здравствуйте дорогие друзья сказано и будет он жить шатрах шема вообще вот кто из нас не грезил в юности там на необитаемом острове как робинзон круза или пожить где-нибудь в одиночестве маленьком домике среди какого-то там леса такого чтобы слушать песни птиц и так далее подальше от шума красивый очень притягательные идеалы особенно для жителей современного города но он вообще не относится к юдаизму нам нельзя жить одному во первых нужен меня по крайней мере еще 9 взрослых мужчин для общей молитвы нужна миква для поддержания семейной жизни ведь без семьи нельзя сказал бог нехорошо быть чеку 1 что еще на этом галактические нужды никогда не исчерпывается для полноценной еврейской жизни нужно школа для детей синагога быть медраж для занятий торы нужен резник который поддержит кашрут нужен раввин который можно обратиться и так далее вы знаете вот средние века когда евреев во время там всегда изгоняли вот например германском городе майнце был врач который лечил всю местную знать епископов рыцари там баронов и когда евреев изгоняли из города случалось это часто врача просили остаться поскольку других специалистов просто не было и врач требовал что мы с ним осталось не менее 10 семей иначе он уйдет со всеми и эти соглашались потому что выхода не было короче еврейское представление о доме подразумевает наличие кого соседи тут в израиле у нас тоже соседи да в том языке слово лишь ком который означает жить проживать обитать тот же корень в слове шахен сосед получается что человек может проживать только в качестве кого-то какого-то соседа нет жизни без соседей и был такой раф финкель он рассказал он рассказывал однажды важный урок который вынес из катастрофы от бывшего узника лагеря смерти он узнал что что немцы как издевались еще они на ночь выдавали из шести человек одному только одеяло вот 6 одеял шестое дело во время лютых холодов и как правило вместо того чтобы завернуться в одеяло самому эти счастливчики обязательно делились с пяти другими узниками потихоньку заворачиваясь вот эта мощь человеческого духа ярче всего вообще проявлялась именно в таких ситуациях она всегда так проявляется когда сложно когда война когда какие-то негативы тогда когда ты начинаешь заботиться не только о себе о благе других вот тогда меняется человек кстати у того же корня в слове лишь кон и лу шахен образовано слово шахина божественное присутствие на земле шахина это наша соседка она незримо живет рядом с каждым и она хорошая соседка потому что не мешает человеку делать то что он хочет оставляя ему личное пространство позволяя использовать самый главный дар человека который получен человеком от всевышнего это свобода вот такой вот взгляд на жизнь который защищал нас всегда от чего от фанатизма присущего многим религиям без концепции жизни рядом с богом понимая что он все время находится под его все время взглядом мы находимся если этого нет мы можем впасть в заблуждение что моя воля это воля бога чего я хочу того бог хочет если я убил неверного значит всевышний хочет чтобы я так сделал фанатики глубоко проникают с убежденностью в своей правоте искренне верят что поступки их продиктованы желанием творца народ живущий например рядом с стране израиля произошел от ишмаэля такого побочного сына отца авраама ишмаэль что означает бог услышит что это означает чтобы я не сказал он считать бог услышит такова сущность фантализма фанатизма вот этих вот все де-факто он согласится убьем мы за детей зарежем там еще согласится бог в иудаизме все иначе евреев зовут что израиль бог прям все что он делает прямо не подлежит искривлению не надо говорить на красное черное набей так далее поэтому надо подстраиваться под эту прямую линию жить соответствующей реальностью который он создал вот это означает жить хорошим соседом быть те кто хотели подправить бога бросить ему вызов уничтожить израиль уничтожить его детей обратите внимание у всех был у них один конец если бы мы сами своими анти духовными тупыми действиями не расшатали собственную защиту вообще ничего мне было сейчас нам надо восстанавливать связь богом с его торой это сложно написано что отношение бога с невейским народом к отношении жениха и невесты он жених мы невеста все наши раздоры еще недавние противостояния вспомните бесконечные ей парады какие-то митинги и так далее это все измена богу а теперь приходит невеста и говорит прости меня это сложно и одной стороне и другой и тем не менее другого пути у нас нет нет потому что у нас есть только один блок и он всемилостный же он всемилосердный и он он всегда прощает написано что он любит эту невесту и прощает если искренне она раскаивается то есть наш вопрос сегодня только искренне раскаивается это обязательно можно сделать лучше всего шаббат Брахава Ацлаха всего самого лучшего